здравствуйте друзья продолжаем гулять по игре baldur's gate продолжаем совершать подвиги хулиганить прочее прочее на уровне сложности доблесть с нашей детьянки бардом эльзой мы сейчас в обители разимор мы ищем ясли детьянки для тех кто может быть недавно присоединился отдать и и для тех кто может быть вообще не знает этой истории хотя в это трудно поверить я вкратце расскажу чем и сюда мы пришли то и чем и тут ищем и так наши детьянки то есть моя эльза и лейзель который является спутницей ищут ищут своих сородичей зачем потому что как мы уже знаем всем им в головы подсадили личинки и они могут превратиться в элитидов страшных чудовищ а эти элитиды они являются исконными врагами и детьянки детьянки это народ такой очень воинственный не в грош не ставящий чужую жизнь и живущий где-то далеко летающий по астральным планам и очень редко попадающий на грешную землю ну вот наши детьянки попали потому что им головы подсадили личинки кхайков элитидов они называют кхайками их святая обязанность всех детьянки всех детов бороться с этими кхайками и поэтому им вдвойне обидно но никому не хочется конечно превратиться в элитидо но и для детьянки это не просто ужас это еще и страшное оскорбление унижения самое худшее что только может с ними случиться и как сказала лезель что где-то ну лезель считает что в каждых если ах и обязательно должен быть некий зайти ск устройство которое может вытащить эту личинку эльза не знала о таком устройстве потому что она из очень далеких и слей где-то на окраине этого мира там порядке более мягкие не такие жесткие и никакого никаком зайти ски она слыхом не слышала она вообще бар ты любит играть на флейте она не такая воинственная как лезель ну конечно же тоже она детьянки этим все сказано и так а вы пришли в обители розимор как мы уже узнали здесь были монахи которые поклонялись латандеру богу зари и тянки перебили всех монахов захватили этот монастырь и стоя устроили здесь свои ясли если это такое место где они живут хотя бы временные где они выводят своих детенышей которые вылупляются из яиц как это ни странно да ведь анкет складущие вот такие вот интересные события в этом мире ну и мы сейчас находимся в храме латандера разрушенным полу разрушенным и бегая тут читая книги мы поняли что здесь где-то такая реликвия под названием кровь латандера так эти затейливые панели украшены картинами из жизни величайших мастеров дома на во главе большинства больших монастырей латандер обычно стояли мастера заре выдающиеся церковной иерархии вот мы рассматриваем эту красивую мозаику ну что ты мне скажешь дальше эльза ну мы можем посмотреть например картину под названием мастер зари давайте начали стоп содержит улову насколько я знаю мы сейчас посмотрим и вот здесь вот неспроста же такие постаменты неспроста вот на одном из них уже лежит церемониальный длинный меч значит на остальные мы должны что-то положить итак мы посмотрели что стокхольм держит голову посмотрим где-то стокхолм это сид вот стоп а у нас должна быть церемониальная голова вот давай попробуем туда положить получится получилось свет зажегся ну и конечно же мы очень хотим достать эту великую мы правда не знаем где она в книгах в дневниках в записях указывается на то мы как мы поняли что когда был налет тянки удалось спасти немного крови этого самого латандера и чтобы ее не украли его заточили в нету кровь заключили вернее вот в некий артефакт и мы подозреваем что это какое-то оружие мощное и где-то где-то спрятали где спрятали нам предстоит так давайте дальше посмотрим да 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 стокхольм мы смотрели ну давай на витраж мастер заре бронислав что у нас принесла бронислава меч меч уже лежит меч уже лежит это понятно поэтому давай на что-то другое посмотрим мастер заре сид не конца красим усида что дактит пойду масло сида молот давай посмотрим где тут сид чтобы положить куда могут вот берем молот вот церемониальный боевой молот правильно ну и путем исключения у нас осталось только одна табличка один постамент мастер заре позит и скорее всего у него был церемониальный боевой топку вас больше ничего и не мы получили очки опыта у нас что-то открылась и мы получили некую некий баф ваши ваши атаки оружием дополнительно наносит от одного четырех единства чисто урона вот так что все наши герои получили такое дополнение она я знаю до того как они отдохну после отдыха это попадает ну значит значит не надо отдыхать мало того тут что-то открылась какой-то кошель мы давайте прочитаем следующему мастеру заре не думаю что мы выживем но по крайней мере кровь в безопасности мы заперли ее с помощью магии забрать ее может лишь один из нас если это попытается сделать кто-то другой стены обрушится погребя под собой вора если такое случится молитесь о душах на насельника в обители но не горюйте все к лучшему смерти мы обретаем монахи с вами это кровь судя по названию имеет немалую ценность что если она все еще где-то здесь так у нас гребень мастера зари он тоже нам очень даже пригодится поэтому и так но кровь лотандеры мы будем искать позже но мы как настоящие мародеры у нас не очень перегружен то мышь мародеры те еще далека забирая все больше это не нужно никому больше не светится магия за случилось я надеюсь что этот бафа у нас не пропадет сияния на заре мы все это выгодно продать да мы такие без сказать из идеи без идеи нам надо что нам надо вытащить этих лечеев личинок из мозгов это главное это наша задача мы к ней идем но не настолько мы злые и безжалостные чтобы идти к не прямо по головам других ну по головам врагов да ну было вам друзей все-таки нет все таки не совсем мы прям такие отморозки у нас есть чувство справедливости и и сочувствие тоже в меру все в меру но но это нам тоже не чуждо так то есть как в одном фильме говорит говорил герой я подлый в меру не помню какой-то был такой я под но мы не под мы вообще не подлые эгоистичная немножко да ну так а как не быть в этом мире эгоистично выживать это как-то надо он статуя кричит держитесь не давайте им проходу но это очевидно да простит милотандр нам придется использовать копье копье это такое огромное оружие которое мы видели около орлов его тоже можно использовать но друзья я его использовать не буду потому что видите на высоком уровне сложности все решения принимаются только один раз а я не хочу решение принимать хотя она очень очень интересная поэтому рекомендую и те кто играет на более низком уровне сложности может попробовать и так а потом и так и выбрать то что больше нравится я такой возможности лишена а сколько мы идем на добрость собираюсь в морковку но в хозяйстве пригодится ну да баррикада и ее рапирой да тут не зря наверняка как-то мы все-таки выйдем и слям которые где-то спрятаны слявая булава ума ума и и наоборот и он все что может угадим она у нас сильная дама наша эльзочка такая изящная утонченная бордеса лет и основном монах внутри артефакта зарождается какое-то чувство неуверенность да 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 тот который сидит не охотятся с тобой нужны артефакты не пойдут на все чтобы забрать его тот который сидит в астральной призме нас предупреждает не идти дитянки дитянки ищут ищут этот артефакт ищут не знают что он у эльзы и они пойдут на все чтобы его забрать мы идем потому что мы сами дитянки нам надо обязательно стараться избавиться от этого эти дам нашей голове давай соберем все поскольку денег нету торговцы просят стекленок не иначе ну да вот значит не только монахи погибли мы и тяньки тоже чтобы мы критку забрали вот такую зачем нам критная клетка конечно ее можно продать но тут было битва как мы перевесили и перевесились в этом мире все так дорого мы тоже можем друзьям я просто сразу уже пытаюсь чтобы потом не бегать давай мы тут можем собрать свиток и еще путь прочитать про кровь на табора читайте друзья я это уже читаю там все расскажут откуда что я вам вкратце уже и так рассказала это мы открыли вот все самые ворота которые могут сюда пришли можно было изнутри открыть латандера пролитая в священной битве 100 мастером и учившие тут бессмертия чтоб ей могли поклоняться то есть они держали клуб кровь латандера тут не удивительно сказала неудивительно что ее сперли то есть ее украли там история это длинная было ее воровали эту кровь монахи опять отбили так где 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 вот сейчас мы пойдем я следить янки так сколько нам тут еще осталось ну еще что-то осталось до уровня надеюсь что сразу мы драться пошлите друзья я все только смотрю когда же уровень а вот и детья они тут устроили свое ясно здесь ничего нельзя все красно черный диш лаки что-то политьянский говорит мы не ждем гостей сопременится что тебя сюда привело ну мы можем конечно позволить ответить лазер можно сказать что оружие у меня то есть призма то у нас можно сказать что у нас заразили нужна помощь или запудивание пропусти меня или денежную бою ну мы наверное позволим ответить лазер потому что это улучшает наши отношения а это нам просто необходимо отношения нас так среднем нам нужно зайти покажи дорогу мы не спорим с рабами хайков мы их просто уничтожаем все фанатичные безжалостные верные могут быть очищены таков путь платит ну хорошо пусть к стиле определить свою судьбу пустили немедленно отправляйся в госпитале без глупости ясли и лек слезят за не безжалостные без церемонные и без компромисс пойдем конечно же пойдем эти разговаривают а год нас тоже скоро выгонят в патруль шли цены мы то что мы то вначале должны найти торговца над избавиться от лишнего веса что там наша стадион говорит считает что здесь слишком мягкие нравы что и должны были разрушить прямо на входе что если я родилась и выросла лаэзель там было все гораздо жестче их бы давно уже разрушили а стадион год нам расхаживать но тут повернуться негде так что а стадион сказал что наверно их до смерти дал его грозный ну такой избителю конечно парень это смынет самоуверенный так ну давай ржавчина тут всякой мерзости хватают ничего не забыла за странно невероятно ну она такая вся потому что они все с астрального плана там ничего не ржавеет аккуратно там звезды а тут такое тут все такое земное но мы конечно можем сказать как гитянки убожество это план этого плана и впрямь приносит постоянный дискомфорт ну давай скажем посмотрим не знаю как ты это выдерживаешь истеки воняют как среди умирают двое громче истеки это все остальные кроме детям и все же мне интересно нет ли у вас чего-нибудь на продажу если твои товары чистые мои товары стейш стейши так вот я любишь истеление у нас уже продажа появилась хорошо ну тут вот это вот тоже уж подкорного короля шикарная вещь для нашего остарион чека но сколько стоит без малого 3000 много чего хорошего прям вот очень много ну мы такие бедные нищие все что мы сможем купить пока это стрелы это стрелы это да и то все дорого что такое пластинчатый доспех тяжелая броня ну стрела с бальзамом тоже хорошая вещь хотя бы одну пупу как все как все соблазнительно там но мы будем продавать гнилую морковку мы сказали что у нас все такое чистенькое такое изумительное на самом деле это вот так набрались тоже всякой дрожавых мучей в том числе нет и даже пустые бутылки мы все сдаем костей столько что хоть стилет собирай продаем продаем и все равно 2000 или ели так ладно ну и церемониальное оружие мы тоже будем продавать паспорт урона многое им не нанесешь ну как бы так ну вот это на скорую руку мы так если найдешь что-то интересное неугажено сделай милость короче пошли посмотрим что здесь вот это можно взять прошу вас вчера я все объясню последняя шайка сектантом ничего не знала об астральной призме они просто пытались найти лунные башни и всех туда тянет мы дешевле придумал план штурма башни мы готовы на сейс драться вчера я мы спалим башни просеем пепел и найдем пропавший артефакт только дайте нам молчать астральные астральную призму таразер мое серпение кончает так точно чиро я слышали приказ выполнять делайте как она говорит она все еще башки фенак это владиму руководитель этих яслей а вот это вчера я это инквизитор который приехал инспекции все его боятся мы туда пока не пойдем мы поняли что чтобы попасть за эту дверку нам нужен какой-то вот вот разрушитель барьеры дитя до сунуться мы еще успеем и сейчас и что посмотрим что нашли попытки вернее любознательный гейлс и крушается что он не знает языка дитянки надо было бы поучить свое время старину мы советуют спроси кого-то из этих вояков пусть переведут подожди мы сюда тоже еще пока не успеем о богу портрет лакит платит это королева дитян и лызель просто фанатеет от нее ну или за так себя на кашне и узнает сказать чтобы она прямо с ума сходила этой перед тобой поистине роскошный портрет королевы влафит во всем ее великолепие платит она и солнце которое слепит нас и пустота что нас содержит да пребудет с ней благословение фанатея фанатеет в углу картины изображен маленький символ который ты не можешь точно определить ну-ка давай посмотрим ну там че там не пялиться ты на царстве дик платит на историю посмотрим что это за символ такой в углу вспоминаю что этот символ встречался тебе в книге о жителях астрального плана похоже что это изображение кометы ну мы еще и хулиганы и вообще мы люди искусство человек или гид талантливый в одном в данном случае в музыке талантлив во всем и неужели мы не талантливы в живописи давай нарисуем новое лицо на портрете что то это нам что-то не очень нравится эльза ну как так ну давай не тратить такого я у нас получится давай нарисуй красиво отступаешь а некоторое время любую что своим шедевром осознание тяжести проступка улица через весельем от собственной работы за такое кощунство мне следует решить себе головы но я оставлю это удовольствие ты самой владею наша фанасичка на изель конечно же это не одобряет какая идем подальше ой 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 что это такое нужно брать это куда-то пока инквизитор не увидел бедные бедные эти сполошились питьянки а я кстати как и катил в нас у нас даже пока девочек пока не уровня какие у нас отношения ну неплохие отношения старинным хорошие отношения мы сделаем вообще просто прекрасными лучше всего ну лазель дала и зелена как бы подруга она не одобряет этой мягкости она не одобряет этой какой-то по ее мнению чрезмерной доброты ладно окей давайте-ка мы успеем успеем и еще пойти к этой густелькой ты врачихи давай зайдем посмотрим он как учитель ногами лупит ученика за безобразие мы тренируемся чтобы драться хайками думаешь они станут колебаться и мы делать ничего будет не надо если мы сами убиваем друг друга это идиотизма заткнись твоя детская болтовня и так привлекла ненужное внимание и пойдешь в бой вновь на сей раз только на кинжалах до смерти как и было велено то есть они учатся убиваться кто хочет бросить вызов этому сопливому и старку ну они бьются до смерти ученики слабейшие просто погибает такой у них закон такой стиль а мальчишка не хочет он говорит что это глупость убиваясь друг друга так и врагам ты ничего делать не придется и так уже все это окно мы можем как детянки сказать если он драться не хочет зачем он вообще нужно прикончить его да и дело с концом но это лазель так бы и сказала ну но мы же как бы ци семья не без урода мы тоже понимаем что-то глупость просто мочить друг друга оставим мальчишку в покое все так пони на что ты хотел сказать у нас получилось что что идет все бред не достаточно открытие нас от занятий идей нато чеклинки они должны быть с острыми настолько чтобы ухать их глазные яблоки лосом с этого нас поедали надеюсь ты не проявишь подобный слабость если нам придется сражаться бок о бок расти ну конечно только о как говорит эльза в глазах это место так просветляет мои родные ясли clear никогда не видать и солнца они окутаны вечным безмолвием это вопрос мой сварш счел бы все это слишком мир то тело скажем как детянки тренировочный зал в яслях это оказалось познавательно твой соварш был настолько же беспощаден он никогда не опустился бы до угроз какому-то сопляку пустая трата времени и сил ученики сами вычищают слабых из своих видов я прикончила четверых своих сокурсников к тому времени как мир сделал сто оборотов вокруг тарила так что слабые просто погибают свои же их и приканчивают жестко слава богу эльза не из таких кислей ее яслях все было гораздо лучше ну-ка давай поговорим с этим венец это было круто никогда не видел чтобы кто-то мог так осадить саварша когда он в бешен он вечно толчет что мы должны быть беспощадны что нету нового милосердия кроме смерти ну ты в тебе если страдание доброта прямо как неважно прямо как кто если здесь есть родственная душа приятно было бы познакомиться я имел ввиду орфея истинного принца такой сильный и мудрый он летает верхом на комете да я знаю о нем запрещено говорит по слухам в лакиту слышит даже если ты просто подумаешь я нашел его книгу а точнее только части все время и перечислил он потрясающий диссидент диссидент его символ был начертан на портрете в лакит твоих рук дело а ты замечала если здесь еще кто-то кому ведом этот я подумал руки найду друга с кем мы могли бы говорится барфей но тут никому нет до него но я могу стать своим другом если дашь мне прочесть эту книгу ты хочешь чтобы я нет это мое сокровище никому не отдам ой ну мы не будем его запугивать у него это действительно ну вот действительно единственное сокровище которое есть можно сказать как бар из этой истории можно сложить трагическую песню наш народ должен ее услышать давай так скажем песню говоришь здорово на держи даже одобряя мужик я сам сложу такой замечательно не позволил гайкам нас поработать ну ты куда что заголосить так громко надеюсь никто не услышал здесь никто не услышал давайте почитаем книгу раз уж мы ее нашли орфей из кометы повел свою гвардию в бой ревели исполнившись праведного гнева красные драконы а небеса сопрогались да вас славится гид рек рек ну то есть даже говорил светлейший принц и всяк слышал его моя мать и властительница единого неба принесшая уже жертву аду но предательство владеет но было так что мать вид она для того чтобы спасти свой народ пошла в ад для того чтобы его ее поддержали то есть она как бы жертвовала собой и вот эти адские властители дали им красных драконов разрешили на них летать новую властительница гид пожертвовала собой ради этого но в лакит усекла момент как говорится и взяла власть свои руки а сын это идицы орфей был в неизвестности и про него пошла молва что он просто поди но это только молва но истинный наследник принц кометы не смог одолеть рицарев лакит и и змеи вставших награды за подлость могучий воз джестилки трак послал пламя возжегшие астральные небеса и когда пепел развелся все увидели чтобы стать и больше но это неправда да это неправда и потом об этом мы знаем что это просто пропаганда влад так а мы получили в новый уровень и мы конечно же его прямо сейчас поднимем кашлятся друг друга и убивать слабо там мы будем так дождите там друзья мои давайте поднимем уровень он нам пригодится заклинание мы получили заклинание что кроме заклинания мы ничего другого не получили вот свобода движения хорошая хорошая штука сложная местность не будет его замедлять то есть союзник и маги не сможет проализоваться на диске обездвижить его это очень хорошая обязательно ну что мы тут во первых что мы можем поставить такое чтобы хотелось посмотрим ну и убирать отсюда тоже ничего не хочется тут все очень хорошие у нас поэтому ничем нет примем как есть вот вот эта ледяная буря это обязательно по площади удары по площади это то что нам просто необходимо призыв малого элементаля наша лопаточка уже уже она слабенькая для этого всего давай элементаля может мы сможем может мы сможем его призывать ну хотя на четвертом уровне по моему только одна клеточка у нас мы можем или ледяную бурю или или сейчас посмотрим и может меняться и заклинание в любое время когда ему заблокироваться ну что лазель боительницы ты наша маневра маневра мы что делаем много хорошего атаку свинтон вот круговую атаку атака подсечка давай атаку подсечку возьмем наш клуб наша стрелочка ваши заклинания ему даются у него заклинания такие все слабенькие ну вот паралич гуманоида для этого нужна мудрость но с мудростью у нас как-то это чтобы совсем не задалось но мудрость 13 там может не пройти может не видимость корона безумная расплывчатый цветные брызги сон зеркальное отражение вот давай вот это зеркальное отложение отражение ну тут у нас все такое хорошее может что то есть лучше ой вот облако тинжалов давайте возьмем к нам облако тинжалов и место фамильяра фамильяру астриона слабенький барона слабенькая или место но измене облика может понадобиться то что всяко ну вот мы тут все обновленные пошлите дальше ну и что наверное дабы не терять время не тратить хотя нет это ему угустили в бедолага трет трет к этому пустили вы на излечения мы пойдем на на следующей серии а сейчас мы еще заглянем самое интересное место не самое ну очень там где выводится бить я в инкубатор слишком здесь пусто тут по моему должно быть больше и говорит ведь 15 не меньше ну давайте-ка мы рассредоточимся пускаем за 1 стоп кафе ли кипа и осторожно сопротивляется наш инкубатор защищают особые меры безопасности тебе лучше не видеть их действия на тут ловушек инкубатор тогда где же яйца в основном уже проклюнулись осталось только одно занятки сматривает варш кокую наш смотрите можешь поговорить с ним если хочешь но не приближайся к яйцу а то будешь иметь дело саунов украсть можно будет сходить поговорить с этим смотрителем мы можем ну бы нет это тут конечно же полно ловушек надо быть очень осторожными внимание сейчас как шандарахнуть себя я над кислоты надо по ловушкам яйцу нельзя подходить соплеменницу уважай наши правила да я не собиралась я не собиралась подожди я у меня туда даже я хочу честно и порядочно поговорить этот инкубатор место заботы исполнения священного долга никто не должен приближаться к яйцу без моего разрешения вкус конечно у чужаков и снизу или незнакомых если могут быть другие обычаи что привело тебя сюда пришла украсть яйцо мне любопытно что это за яйцо то охраняешь нет я хочу помочь тебе спасти это яйцо потому что понятно что она слабенькая а тут такие манеры и такие правила в этих если в этих кислях что слабого надо убивать яйцо на моем попечении его не нужно спасать просто малыш не торопится вылупать большинство смотрите и не дали бы малышу шанса выжить но я дам это скорлупе может скрываться величие замечаю что надежда в его голосе оттеняет усталость это голос того кто очень долго сражался неизбежно не все яйца проклевываются почему ты так переживаешь из-за этого нет 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 ну не надо только проваливать вас только не проваливай появиться больше других еще не означает слабость я сам создал этот инкубатор спасти вылупился последний из моей кладки у меня уже хотели утопить в бассейне для вылупления если бы не ваша и кладки этот малыш тоже заслуживает свой шанс ну вот он конечно он добрый дядь он заботится этих о малышах значит не все гиды такие безжалостные убийцы есть это брата и справедливость давай я помогу я отнесу яйцо куда-нибудь безопасное место нам нужно это яйцо тебе разве в тебе есть хоть капля истинного варша капитан со дня на день может заявиться в сердце если она увидит его здесь скажи мне что ты сделаешь с лицом если я доверю его тебе я приготовлю такой омлет который в жизни не дал и она и другие ясли более гуманные нет можно сказать как дитянки я воспитаю знамы величайшего убийцу кайфов который в обидел свет и подействует от него и воспитаю его как собственную ну давай скажем как дитянки отдаст яйцо не отдаст вам это непростая задача и она будет еще труднее мне если он мог бы учиться но в тебе есть вдохновляющий дух возможно ты действительно справишься с этой задачи разлыбалась эльзочка я больше не могу игнорировать то что терпение китрака терезин имеет предель ну хорошо вот возьми они помогут тебе подойти к еду так нам дали обувь которая нейтрализует действие тесноты в которых лежит и мы можем подойти нам разрешили подойти давай ну да осторожно осторож так давай бери чудесное здоровые отцу дитянки снаружи по крайней мере видишь смутные очертания чего-то внутри осторожно поднимем его и положим ну вот мы получили и нам надо каким-то образом обратно аликс ну вот сапогах которые да можно как пройти давай разный новый мир а мало из них хочет с нами поговорить ну что лазер не был убившись не вылупившиеся и судить сьянки должны быть заботы варша они не боительницы вознесены или нет все же меня тянет к его цепи в нем растет дитя гид и слуга владеет береги его может быть под наши опеки ребенок еще вылупится дальше не переводится но она говорит что не смеют это сумасшедшие женщине мы это яйцо не отдать ну вот даже в такой жестко воительницы как лазер побуждаются какие-то материнские чувства и поэтому мы отдадим яйцо ей с этим яйцом интересная история конечно не очень не очень проработанная или рассказанная но кому что мы его сможем узнать если нас конечно не придет поэтому я прямо сейчас сразу могу вам сказать что будет с этим яйцом потому что вдруг мы погибнем и не узнают что будет а будет все очень просто то есть да мы могли бы отдать этой женщине этой торговки яйцо она отнесла бы их научное общество блистательных там вылупился бы ребенок и убил бы всех убил бы потому что опыты которые они над ним ставили они безчеловечные безжалостные а то есть как бы это все научных целях и да его никто не убивал но мучили всяко как бы для науки и он разозлился и прибил всех всех кто там есть это такая очень и сам он тоже остался одинокий несчастный потому что без соплеменников без должного детского воспитания если мы положим это яйцо наш сундук который у нас надели это потом сам на самом конце игры мы можем найти газету где будет заметка заметка в газете где будет сказано что в таверне ползал какой-то неведомый звереныш но когда присмотрелись это оказался ребенок и детьям и вот третий вариант а мой взгляд самый хороший если мы его отдадим лазер но она воспитает из него как будто порядочного человека об этом мы тоже сможем узнать самом конце игры может быть и узнаем если мы не погибнем герой скис очень надеюсь что нет ну вот друзья мои на этом мы с вами попрощаемся сейчас давай посмотри мы попрощаемся кстати я не знаю что было бы если бы мы это яйцо оставили себе мы же тоже детьянки задумано что-нибудь у разработчиков на этот счет или нет не знаю но мы отдадим лазер раз у нее какие-то материнские чувства пробудились пусть она и возится с этим яйцом ну вот друзья в общем-то до свидания до следующего раза и в следующей серии мы пойдем уже к целительницы пойдем в этот затиска и посмотрим сможет у нас истелить или нет скорее всего говорят о честном так что все вам самого доброго и до свидания